Приезжаю я и на какую-нибудь конференцию показываю, смотрите, какие есть клевые мультимедийные проекты, давайте сделаем что-то такое у вас. Ну, конечно, это живут американские проекты, живут английские проекты, а ты покажи что-нибудь наше здесь. Два года ушло на то, чтобы сделать несколько российских проектов крупных, чтобы можно было показать. Потому что технологии и доступ в интернет дает вам возможность, независимо от того, где вы физически находитесь, либо участвовать в больших проектах, как говорят, межрегиональные, либо делать что-то свое, либо участвовать в международке. Вот это то, что меня всегда в мультимедии привлекает. Вы не ограничены ни форматом, ни секундами вещания, ни количеством трех тысяч штатов, которые вам выделили в подвале на третьей полосе. И вот это мне нравится. Когда надо мной давлеет не «А, у меня полторы секунды» эфирного времени, а когда надо мной давлеет, вот есть мой любимый персонаж, мой любимый характер такой. Медсестра после работы пришла, вся усталая такая, упала перед компьютером. Ей подарили компьютер на день рождения, она такая смотрит. И вот в этот момент, что вы можете ей предложить? Какой текст, какую историю, какой сервис, какой сайт, какой блогопост, чтобы она отвлеклась от всего того, что с ней случилось? Чтобы она отвлеклась от сериала, от первого канала, от голливудского фильма, от любимого, который под боком что-то борща требует, от детей, которых еще домашнее задание не проверено. Вот вы в этой ситуации, когда она со всех сторон занята, что мы можем предложить для того, чтобы зацепить ее внимание? Мне очень понравилось то, что сделан был акцент на построение плана, потому что сделать его уже дело второе, а когда выстрелить все в голове и понять, как сделать какой-то большой-большой формат, разбить на какие-то части понятные, в первую очередь тебе и объяснить их другим, это очень важно, что показала Оксана Силантьева.